Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт, врач высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы по телефону 202-11-22. Мы готовы отвечать, спорить, обсуждать что-то, выслушать вашу точку зрения. Тема сегодняшней нашей программы, эту тему задала одна из телезрительниц, которая задала свой вопрос на телеканале YouTube, Самара Гис. Она спросила, как воспитать ребенка, чтобы не сломать его стержень и характер. Я сейчас, с одной стороны, ну, наверное, как-то задумался, как будто я не знаю тему. С другой стороны, мы с вами обсуждали, Елена, что вот такая тема. И сразу хочу сказать, что это очень емкая тема, очень емкий вопрос. И, как обычно, бывает, те, кто берется за емкий вопрос и пытается обнять все, ну, создает, может быть, ощущение, что было много сказано, непонятно о чем. Вот. И я сейчас призываю, опять же, телезрителей, может быть, ту зрительницу, которая написала вопрос, позвоните, может быть, как-то конкретизировать, что имеется в виду под тем, о чем она спрашивала, да, о чем это беспокойство. И я бы хотел, Елена, чтобы, может быть, вы сейчас были голосом этой телезрительницы, как вы услышали это беспокойство, о чем она. Ну, тем более, женщина спросила, вы женщина, да, может быть, что-то здесь. Я же мать. Да, я же мать. Как мама, конечно же, этот вопрос у меня откликнулся. Ну, я себе задавала вопрос, как я понимаю, что такое стержень, да, как я понимаю, что такое характер. На мой взгляд, материнское беспокойство чаще всего связано с тем, что ребенок растет, и нам, родителям, и мамочкам хочется, чтобы он, ну, двигался к какой-то целостности, к личностной, чтобы он мог принимать решения, чтобы он мог брать ответственность за свои поступки, чтобы он мог, в конце концов, постоять за себя, потому что, начиная с детского сада, где, когда ребенок выходит в какой-то коллектив, пусть это детский коллектив, но иногда он бывает очень жестокий, а в начальной школе эта жестокость еще возрастает в разы. И мама, и я, и мои подруги переживают за те ситуации, когда ребенок может или не может постоять за себя, вот, дать в обиду или не давать себя в обиду. То есть сохранить стержень, это вот, ну, то, как вы услышали, это скорее отстоять себя в сообществе, ну, себе подобных ребят такого же возраста. Это не зря вы привели в пример детский сад и школу, да? Ну, не только, я думаю, что это одна из составляющих защитить себя, я же сказала, ответственность, да, принятие решений, целостность какая-то внутренняя. Ну, вот. Чтобы ребенок, может быть, да, мог ставить цели и двигаться к ним. То есть это, вероятно, вопрос о том, что можно сделать сейчас, да, чтобы потом, где-то, когда он вырастет, вот все то, о чем вы говорите, реализовалось. Ну, да, да. Со своей стороны, я тоже хотела вас спросить, Алексей, про стержень, как вы это понимаете? Потому что все-таки в разговорах чаще всего слово «стержень» звучит применимо к мужчинам. Про мужчину говорят, вот у него есть стержень. Вот что такое с мужской позицией стержень в человеке, независимо от пола? Ну, это хороший вопрос, но, наверное, речь идет о каком-то основании, и одновременно, ну, если брать геометрию, наверное, одновременно основание — это что-то фундаментальное, это что-то плоское. Мы вообще существа, ну, такие 3D, как сейчас говорят, да, то есть это что-то плоское, то есть у человека что-то в основании должно быть, но, вероятно, этого основания мало, еще должно быть что-то расположенное, ну, вот, как этот стержень, да, снизу вверх по вертикали, то есть вертикаль и горизонталь, условно говоря, так, если геометрически подходить. Вот, стержень, ну, наверное, я слышу вот об этом стержне, в этом стержне я слышу речь о каких-то ценностях для человека сформированных, каких-то взглядах. То есть что-то, что позволяет ему ходить прямо, да, если мы говорим, ходить прямо по земле, двигаться, и при этом для меня важно в этой теме помнить о том, что гибкость тоже важна. То есть человеку важна способность адаптироваться, да, потому что чем, ну, это ближе, наверное, к востоку, я думаю, что вы об этом слышали, мне симпатична эта точка зрения, чем жестче стержень, тем больше вероятность, что он сломается. То есть это стержень какой-то такой, одновременно сохраняющий упругость и гибкость. Вот, если вот от таких более-менее общих разговоров отойти, мне кажется, что вообще вот в этом вопросе женщины есть беспокойство о том, чтобы, вот об этой автономии, да, как сделать так, чтобы ребенок с самого рождения, как мне, родителю, да, повлиять, поучаствовать в том, чтобы ребенок вот рос. И чтобы я, я еще вот этот момент беспокойства услышал, чтобы я, как родитель, своими какими-то усилиями случайно не сломал, ну, грубо говоря, как слон в посудной лавке, да, не сломал тот росток того ребенка, а по возможности не столько не сломал, сколько укрепил, да, сколько создал какую-то почву для того, чтобы ребенок вырос. Ну, наверное, вот это я слышу, если об этом разговор. Прервемся, продолжим разговор. Я хочу для наших телезрителей проанонсировать группу ВКонтакте, которую мы специально создали, чтобы наладить обратную связь с нашими телезрителями. Группа называется «Разговор по душам Самары ГИС». В обсуждениях можно задавать свои вопросы, и у нас уже поступают вопросы, мы поговорим об этом в конце программы. Пишите, будем обсуждать здесь, в программе, наболевшие. Да. Если можно, я вернусь к одному моменту, и, может быть, он будет вот дальнейшим толчком. Вот вернусь к тому, что здесь много очень, можно очень много говорить вообще про детей. Да, конечно, тема такая, да, очень важная. Да, куча роликов, куча специалистов, которые то или иное рекомендуют. Вот. Наверное, я бы хотел сказать, что одно из самых важных, на мой взгляд, это, ну, семья, безусловно, в начале, да. Как говорят психологи, такие родительские фигуры должны присутствовать в жизни ребенка, к сожалению, не всегда. Причем принимающие, теплые, разъясняющие, может быть, что-то, да. То есть родители, обеспечивающие ребенку тыл в какой-то степени? И тыл, и перед, если пользоваться таким, да. То есть защищающие что-то, ну, грубо говоря, спину и показывающие направление. Причем это не всегда, к сожалению, бывают родители. Мы живем в очень иногда сложном мире. Иногда это бывают люди, которые заменяют родителей, бабушки или дедушки, и дяди, или тети, да. И дети иногда без родителей остаются очень рано, да. И другим взрослым приходится вот эти родительские функции исполнять. Я бы еще вот о чем хотел сказать. Я думаю, что вот этот стержень, о котором спрашивает и беспокоится зрительница, наверное, его как такового... Ну, он в потенции какой-то существует, да. То есть сделать что-то, чтобы эта потенция в ребенке развернулась. Я бы хотел сказать о том, что вот эта масса роликов про детей, масса всяких советов, рекомендаций, она ведь показывает то, в каком сложном мире мы живем. Нет одного, нет списка по пунктам рекомендаций, что нужно с ребенком делать. Да, универсальных каких-то таких средств. И вообще я бы хотел обратить внимание, что в смысле отношений с ребенком родители, я себя не вычеркиваю, очень часто противоречивы. Вот я бы на этом остановился. Я хотела, кстати, вы прям как будто бы заглянули в мои мысли, я хотела тоже сузить наше обсуждение и поговорить про последовательность воспитания. То есть про это очень много споров, много рекомендаций со стороны психологов и других специалистов, занимающихся детьми, что родители в своем этом воспитательном процессе должны быть последовательны. А вы говорите о гибкости. Вот может ли последовательность сформировать в ребенке гибкость какой-то вот этого стержня? Потому что, как я наблюдаю иногда взаимодействие родителей с маленькими детьми или с подрастающими, с подростками, то иногда вот эта последовательность, ну, она немножко с таким перекосом идет, прям уж в жесткость такую очень. Елена, ну, я думаю, чего греха таить, я с этой стороны попробую. Мы ведь, наверное, участвуем в ребенке, используя свой собственный материал, я бы так сказал. То есть речь тогда ко мне, как к родителю, насколько я последователен в каких-то моментах, да? Я к тому, что родители могут хотеть и предлагать ребенку какую-то последовательность, сами при этом не будучи последовательными, да? То есть, ну, вот если эту сторону рассматривать, если я говорю ребенку, заправляй кровать каждый день, то у меня вопрос, что с моей кроватью, да? Она может быть заправлена, а может быть не заправлена. Если я говорю ребенку, что вообще по-хорошему, ты знаешь, сладкое, ну, вот сейчас традиционные какие-то вещи, да, сладкое лучше есть после того, как ты поел все остальное, там, первое, второе, третье. Вопрос, делают ли так родители. Подчас бывает так, что родители говорят, не, ну, у меня нет времени на то, чтобы первое, второе, третье, потому что я бегу, потому что мне надо на работу, а вот ты должен есть последовательно, да? И тут возникает вопрос, на что ориентироваться, да? На то, что говорит родитель или на то, как он действует? Это как раз порождает ситуации, про которые тоже очень много примеров и обсуждений, когда родители вот транслируют ребенку такую одностороннюю последовательность, да, в сторону ребенка, а сами себе позволяют у ребенка, нарушается базовое доверие к миру. Он каждый день вынужден перепроверять, а сегодня мы по каким правилам играем, да? Сегодня можно заправить в постели или есть конфеты до еды? Или сегодня нет? У мамы и папы плохое настроение, сегодня надо быть вот в этих жестких правилах, которые были до этого обозначены. Да, и вопрос какой-то. Это в качестве комментарии, да, в комментарии. Я просто задумался о вашей фразе «базовое доверие» — это красивое такое и содержательное, на мой взгляд, выражение. Действительно, наверное, это то, о чем я говорил, когда говорил о фундаменте. То есть что-то, ну, если немножко в клинику уйти, вот в психотерапию, в нарушения какие-то, то мы, конечно, видим, я имею в виду, мы специалисты, мы видим людей, которые... Ну, болеют разные люди и по-разному болеют, психически я имею в виду, да, вот. Но есть люди, у которых, ну, грубо говоря, вот это нарушение случилось в самом начале, то есть нарушено вот то самое базовое доверие, о котором вы говорите. И мы это очень хорошо чувствуем на приеме, потому что мы сразу эту... Ну, я сейчас про себя, да, сразу это недоверие возникает в кабинете, оно сочится, оно, скорее всего, не произнесено «доктор, я вам не доверяю». Это скорее люди, у которых есть на самом деле доверие к миру, они могут такую штуку сказать. Они различают, этому доверяют, ему не доверяют, тогда доверие можно построить. Вот, а есть люди, которым, ну, в общем, можно сказать, не повезло, наверное, не повезло в раннем детстве, я сейчас не буду углубляться, да, в родительских вот этих семейных системах. Не повезло, и вот это базовое доверие к миру, к людям, оно не сформировалось. В общем, как-то такой ребенок выходит в мир с ощущением того, что мир небезопасный. Причем небезопасный не просто, что он может, ну, пострадать в этом мире, а что вообще мир убийственный. То есть... Тогда в нем страшно принимать решения, в нем страшно брать ответственность за эти решения. Причем страшно на уровне, ну, физических каких-то моментов. То есть не просто меня отругают, не просто там со мной не будут дружить, а, возможно, меня уничтожат, да. Возможно, мне придется расплатиться за это, вот. Но это ближе уже, да, к нашей такой вот истории патологии, каких-то нарушений. У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните и предлагайте свои какие-то вопросы, мы готовы их обсудить. Алексей, вы об очень таких серьезных вещах говорите, но о последствиях. Предлагаю вернуться к началу. Мы не знаем возраст ребенка, да, о котором вот спрашивает эта женщина. Ну, есть ли какие-то метки, индикаторы, по которым родители, глядя, может быть, на реакцию ребенка, может определить, вот в этот момент я ломаю его стержень или я ломаю его характер, то есть, возможно, я перестаю учитывать его индивидуальность. Что это может быть за ситуация, на что может ориентироваться родитель, какую-то систему координат можем мы дать, порекомендовать. Когда, может быть, наступает момент, что родитель должен понять, что он сам уже не справляется с воспитанием и неплохо бы обратиться к специалисту. Ну, да, в вашем вопросе несколько вопросов. Несколько, да. Тема такая же вытрепещущая для меня тоже, поэтому. Я даже не берусь на все ответить. Я надеюсь, часть вопросов повиснут в воздухе и, может быть, спровоцируют дальнейший разговор. Я бы вот о чем хотел сказать. Мне кажется, что это в контексте вашего вопроса. Мне очень близка идея, и она подтверждается на практике, это про то, как отследить, да, что родители, по большому счету, если они про это еще не забыли, это те же самые дети, но немножко дольше играющие на этом свете. Ну, вот те дети, которые у них родились, они играют, может быть, 3-4 года, 5 лет, 7 лет. А эти дети поиграли, ну, чуть дольше в песочнице, ну, например, лет 35-40. По сути, мало что изменяется, да. Единственное, что у них может быть побольше опыта, ну, побольше встреч с другими детьми, побольше игрушек они повидали и так далее. И вот если они из этой песочницы не вылезли, в хорошем смысле, то есть они продолжают играть, они продолжают ощущать несправедливость по отношению к самим себе, они продолжают ощущать важность контактов с другими детьми, то... А какими же 40-летними? 50-60-80-летними, то они своего ребенка пригласят в этот мир, и он, ну, в хорошем смысле, вот в этой игре, в этом взаимодействии, да, скопирует, может быть, какие-то вещи и найдет свое пространство, найдет своих людей. Я к чему? Прям один момент. Я почти уверен, ну, потому что люди мне об этом рассказывают, что родители, когда они взаимодействуют с ребенком, они на уровне переживаний, на уровне ощущений чувствуют, что они делают что-то не так. Не обязательно ребенок им говорит, он может молчать, он может сказать, да, хорошо, мама, папа, я сделаю, но в этот момент, если вы к себе, к собственному ребенку прислушаетесь, если он, ну, там еще имеет право жить и говорить, ну, внутри взрослого, да, потому что ведь есть взрослые, которые говорят, ну, о чем вы, Алексей Михайлович, мы уже состоявшиеся люди, взрослые вещи решаемые, игрушки и всякие игры остались в прошлом, да, а дети это ведут, ведь удовольствие и свобода в первую очередь, да, это креатив и желание, вот что-то такое. И когда родители ощущают, что вот внутри них это задето, да, то есть я заставляю ребенка, и, может быть, сам чувствую, что я был в такой же ситуации, мне самому это было противно, не хотелось, да, и тогда можно задать себе вопрос, могу ли я, если я заставляю его сделать что-то важное, пытаюсь, да, могу ли я другой способ, кроме как давление авторитетом, да, нет, ты должен это сделать. То есть, отвечая на ваш вопрос, я бы и на вопрос вот этой нашей телезрительницы, я бы адресовал ее к своему собственному внутреннему ребенку, есть такой тоже термин, его ввел, ну, наверное, все-таки Эрик Берн, ну, по крайней мере, ему в основном о нем вспоминают, когда говорят о внутреннем ребенке, причем он ведь говорил очень интересную вещь, это в книжке писал, в книжке есть, вот этот внутренний ребенок, это не метафора, то есть это не разговор о каком-то абстрактном ребенке, это в буквальном смысле такие, ну... Ну, некая личностная структура, которая... Ну, он называл это эгосостояниями, да, так вот, на психологический манер, но это... Во мне живет маленький Леша, да, не Петя, не Катя, не Света, вот именно маленький Леша разного возраста... Во мне живет маленькая Леночка, которую в детстве почему-то еще мама называла Марусей, то есть я до какого-то времени была Марусей. Вот, ну, игры с именами, с нареченностью... Кстати, вы меня натолкнули сейчас еще на одну мысль, я ее хотел озвучить, мне кажется, она важна. Некоторые родители еще думают, я думаю о том, чтобы... Что сделать такого, чтобы ребенок родился повторно. Свой внутренний вы имеете в виду? Вот тот ребенок, который родился, чтобы он родился в обществе, то есть ребенку, который рождается как физическое тело, еще нужно родиться в социум, то есть его ждет в какой-то степени второе рождение, и для социума, и для самого себя. Да, он должен, ну, должен, может быть, не то слово, хорошо бы, чтобы он родился как гражданин, ну, как человек, который, ну, что-то понимает про то, что происходит в мире, в его государстве, да, каким-то образом участвует в этом, осознанно участвует, да, чтобы он родился как родитель, то есть чтобы у него было желание, не потому что все вокруг уже вышли замуж и женились, а вот, ну, появилось такое желание, да. Вот про гражданина вы сказали, вы рассказываете очень интересно, и я чувствую, у меня комментарии прям разрастаются, разрастаются, и приходится от них отказываться, потому что и перебивать вас не хочется. Про гражданина, мы говорили про детский сад, про школу, как я вижу, родители иногда стремятся очень сильно воспитать удобного ребенка для этих организаций. И там-то вот как раз, видимо, и происходит иногда надлом этого стержня, или даже не надлом, может быть, у ребенка еще нет стержня в маленьком возрасте, но когда вот эти основы, они потрясаются. То есть нет вот зачатка для этого ростка какого-то. Ну, для меня то, о чем вы сейчас говорите, это вот про ту самую противоречивость, потому что я как родитель могу быть абсолютно, не замечая сам того, противоречив в тех, ну, как мы говорим, предписаниях, которые я даю ребенку. То есть я могу ему сказать, ты должен быть личностью, ты должен развиваться, или хорошо бы, да, чтобы ты творил, хорошо бы еще, но при этом лучше бы, ты знаешь, сынок или дочка, лучше бы в обществе ты не высовывался, потому что, ну, в общем, тем, кто высовывается, больно дают по носу или по голове, или тебя ждет нелегкая судьба, если ты будешь высовываться, да. Вот. Знаете, мне очень нравится этот анекдот, короткий, два ребенка, один чуть постарше, другой чуть помладше, и, ну, брат, брат и брат, например, да, и младший брат старшего спрашивает, задает ему взрослый вопрос, он говорит, слушай, ты дольше уже с родителями, расскажи, что это за люди такие, вот, ну, родители, кто они такие, он говорит, ты знаешь, они очень странные, они сначала учат ходить и говорить, а потом говорят, сиди и молчи, вот, и вот та самая противоречивость в этом, она есть, да, то есть, тебе бы развиваться, тебе бы, я сейчас рассказываю достаточно болезненную историю, я ее услышу на приеме, этим летом часто, прошлым летом тоже часто, родители говорят, мы бы хотели, чтобы ты был успешным человеком, своему ребенку, но уже выросшему, но, слушай, лучше в Питер, в Казань, в Москву, в Новосибирск, никуда не ехать поступать, я сейчас, ну, я думаю, зрители меня поймут правильно, я думаю, что во всех городах, так, дело не в Самаре, да, лучше ты будешь жить с родителями, ты можешь быть в Краснодаре, ты можешь быть в Ростове, да, вот, и лучше никуда не надо, потому что это сложная жизнь, непонятно, чего там с тобой будет в другом городе, и обычно это оправдывается тем, что это дорого, ну, в другом городе, общежития какие-то, по большому счету, дело не в деньгах, потому что те же самые родители, могут тратить намного больше денег, здесь, и вот это вот противоречивость, да, мы бы хотели, чтобы из тебя получился человек, и ребенок говорит, Питер, Москва, Казань, вот, ну, есть же, да, ну, везде в городах профильные какие-то институты, они говорят, нет, ну, у нас же есть свои, и я уверен, что в других городах так же, вот это самая противоречивость, да, дети, которые хотят рисовать, подходят с мелками к обоям, и получают, вот, по заслугу. Пока мы далеко не ушли, давайте порекомендуем, обозначим именно те книги Эрика Берна, которые могли бы почитать наши телезрители, ну, хотя бы даже о внутреннем ребенке. Ну, у него традиционно, тут далеко ходить не надо, это книга по поводу игр, не буду целиком название произносить, игры в которые, и так далее, да, у него есть книжка «Введение в психотерапию», но она сложная. Введение в транзактный анализ, по-моему. Введение в транзактный анализ, поэтому можно открывать, да, смотреть, но я бы все-таки, если говорить о рекомендациях, адресовал родителей к ним самим, вот, к прочтению их собственных детей, внутренних. Действительно, ведь момент, когда появляется ребенок, у каждого из нас, у взрослого, появляется прекрасная возможность прожить свое детство, вот с этого первого дня появления на свет, да, когда еще у нас нет осознанности. И детство перед родителями же ставит очень большие задачи. Мне кажется, родители никогда не успевают за ребенком перестраиваться в его возрасте. То есть ребенок растет, и новые задачи какие-то перед родителями ставит. Родители более-менее успокоятся, ой, все, мы вот налазили какие-то отношения, опа, приходится снова что-то решать. У меня по этому поводу, да, у меня по этому поводу есть гипотеза, она мне тоже очень нравится, если кому-то понравится, пользуйтесь. У меня есть версия, ну, практика моей подтверждаемая, что у родителей с ребенком, со своим собственным, ну, вот с тем, которого они произвели на свет, родили, возникают проблемы ровно в том возрасте, в котором у них проблемы со своим собственным внутренним ребенком. Интересно. То есть это вот прям такой маркер, да? То есть у меня может не быть проблем с собой новорожденным, вообще я себя плохо помню, может быть, новорожденный, ну, кричит, ну, что-то хочет, вот какие-то такие механические вещи согреть, да, много не просит. У меня могут быть проблемы с тем ребенком, который вдруг начал от меня убегать, ну, там, в три возраста, в три года, да, вот. И, в общем, большая тревога, и это ведь вопрос перед самим собой, чего я делал в три года, чего там мой внутренний трехлетний малыш, я его держу при себе, я ему говорю, слушай, никуда нельзя ходить, мир, в общем, опасная штука, и только под моим присмотром. Я возьму тебя за руку, и мы пойдем, да. И тут вспоминается мультфильм «В поисках Немо», да, то есть ты должен быть рядом со мной. Тем более, если, там, если вы помните, ну, неприятные, травматичные переживания, это я анонсирую в следующую нашу передачу, да, у Немо, Немо лишился мамы, у него остался только папа. Вот, и папа пообещал практически, что я всю жизнь посвящу тому, чтобы ты никуда не делся. И Немо потом делал. Ну, я думаю, что все... Вот, история про подростка. Мы хорошо прошли, там, школу, ребенок послушный, учится, умненький и так далее. И вдруг потом наступает 14, 13, 15-летний возраст, появляется компания, появляется другой пол, и у меня, как у родителя, например, тоже могут быть проблемы, потому что, возможно, у меня, как у подростка в это время были проблемы. Я не знал, что вообще делать со своими сверстниками. Я их сторонился. Мне, может быть, было стыдно, мне, может быть, было завидно, потому что мои более красивые подруги уже дружили с парнями. Я сейчас частично цитирую людей, которые, женщин, которые говорят, да, или мои друзья уже, ну, не знаю, там, общались с девочками. Понятно, да. В общем, это может быть маркером. Нам пора заканчивать, поэтому... Поэтому, если возвращаться к рекомендациям, это вот познакомьте своего ребенка со своим собственным внутренним ребенком, у него будет компания, и в этой компании, может быть, вам будет понятнее, будут понятнее какие-то вещи. Наблюдайте за собой, тогда, может быть, ваше внимание немножечко с ребенка переместится, и вашему ребенку будет полегче. У нас создана группа ВКонтакте, я напоминаю об этом телезрителям, которая называется «Разговор по душам Самары Гиса», и уже сегодня в обсуждениях появился запрос на следующую программу. Коротенький анонс сделаем. Поговорим о следующей передаче, во вторник, 18.15, о психологической травме. Ну, точнее, наверное, о психической, да? То есть, относящейся к психике, не к психологии, а к психике, да. Поговорим о психической травме и о том, куда ее нести, и вообще нужно, и что с ней делать. Да, там был вот этот контекст про психотерапию. Люди не любят по понятным причинам. В сегодняшней теме, очевидно, нам придется поставить многоточие. Тема действительно объемная. Поговорим, может быть, в одной из следующих передач. Задавайте нам вопросы. Благодарим за помощь в создании передач «Медицинский центр «София», где оказывают помощь психологи, психотерапевты, психиатры. Ну, те люди, которые с приставкой «ПСИ». Да. Все, всего доброго. Спасибо вам, Елена. Спасибо телезрителям за то, что нас смотрели, слушали, пишут. И, ну, до встречи в следующий раз. Спасибо, Алексей. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!